Добрый день! Можно тоже расшаривать презентацию. Олег, пожалуйста, вам слово. Так, я вас немножко перенастрою, чтобы у меня было видно, какой файл. Голос... Так, сейчас... Прекрасный у вас голос, прекрасный. Могли вы быть диктором Первого канала. Я надеюсь, что это мое будущее. Отлично. Спасибо. Итак, в принципе, коллеги, я готов. Тут технические вопросы были, решали во время. Но, во всяком случае, вот есть доклад, который сегодня облицовывает нашу деятельность как группы Аэронет в работе Форсайта. И материалы, представляемые сегодня, это тот объем работ, который мы проделали, и на чем мы сегодня остановились, над чем работаем. Аэронет это группа, состоящая из трех секторов. Геохаб, который наиболее изученный и является используемое пространство у планеты человечеством в нескольких тысячелетиях. Аэро, воздушная среда, стихия, освоимое человечеством всего несколько сотен лет, ну, скажем так, двух сотен лет. И космос, самое наиболее молодое направление, которое сегодня фактически является перспективным и наиболее неосвоенным, потому что осваивается всего в течение десяти лет. В нашей работе это есть драйверы, которые представляют собой группу экспертов, работающих совместно в СВАКе, Зуме, Мира и соответствующих опросах в МЕНТЕ, консультанты, визионеры, которые смотрят, призываются нами в случае необходимости решения каких-то тяжелых вопросов и потребности дополнительной информации экстерны, которые являются также неотъемлемой частью нашей группы в работе. работа предыдущих тактов представлена на слайде и в принципе в результате проведенных работ мы визионеров привлекали достаточно количества, чтобы нам прояснили ситуацию реальную, которая сегодня на рынке существует. Евгений Кузнецов это добровольский Юрий Анатольевич, который в принципе обеспечивает энергетический баланс в этих вопросах. Это люди, которые занимаются долгое время безопасностью полетов, в том числе определяя направление продвижения и как необходимо организовать процессы, какие нюансы поставить, что является очень важным вопросом. учитывая то, что энергетическая безопасность, в частности использование таких элементов, как топливные элементы в виде водородной техники и вопрос этот достаточно тяжелый, который мы также призываем специалистов извне. Работа над трендами, которая в конечном итоге позволяет нам сформулировать задачи рынков была организована таким образом, что все три направления формулировали их сначала отдельно. Сначала была кластеризация, потом мы поставили приоритеты и обоснование трендов, порядка полутора тысяч трендов, которые в конечном итоге стали отсеиваться до сотни и превратились в каждого по 12 трендов от каждого сектора, который работает в нашей группе. Все три сегмента их обосновали и в принципе продолжают работу в этом направлении. Фактически дальше работа с цепочкой потребителей продуктов позволила нам сформулировать основные направления. и здесь нужно сделать акцент, что каждый сектор работает достаточно независимо, при этом учитывается взаимосвязь. И этот слайд достаточно это демонстрирует. В конечном итоге продукты, которые сначала были сформулированы в виде такой вот картинки, скажем, показывающей взаимосвязи, превратилась вот в такие вырастающие сегменты рынки, формулируемые на данном этапе. Взаимосвязи позволяют теперь не только внешние рынков и продуктов на этом рынке, но и уже стали появляться внутренние взаимосвязи внутри сегмента, внутри сегмента, имеется в виду аэронета, потому что вот в связи с этим извините, меня слышно? Меня слышно? Немного сейчас слышно. Ну тут внешние звонки пропадали периодически. Продолжайте, пожалуйста, Олег. Олег, вас сейчас не слышно. Не слышно докладчиков. Олег, вы с нами? Олег, попробуйте перезагрузить Wi-Fi на вашем устройстве, с которым вы сейчас с нами показываете. коллеги, группа должна в этот момент выручать своего коллегу. Коллеги, кто может продолжить рассказ? Андрей Пирогов, если ты можешь подключиться, продолжи, пожалуйста, по нашей части. Да, давайте подключусь. Так, остановились, да, на логике нашей работы каждый групп прошли достаточно много. Как я понимаю, сейчас все уже работали за дел и вышли на определение емкости рынка. Достаточно сложная работа, потому что эту емкость можно высасывать из пальцев, можно ориентироваться на какие-то реальные аналитические исследования. Благо, аналитические исследования, в принципе, они пока какие-то вопросы закрывают, какие-то вопросы не закрывают, но в целом люди не боятся оперировать суммами, которые действительно формируют новые рынки. Так, тут презентация. Начните демонстрацию со своего экрана. Я, к сожалению, с мобильного телефона, поэтому, Ксения, запусти тогда ее. Продолжайте, Ксения запустит. Так, ну, окей. В целом, значит, дальше. Тут был очень важный момент по региональной компоненте и по их заделам. Но я думаю, что к нам переподключатся коллеги и продолжат эту часть. Так, вот как раз, собственно говоря, и добрались до региональной компоненты, которая достаточно много обсуждалась перед Farsight, там не было принято решение, что, да, ей быть. Это очень важно, потому что точки роста должны быть абсолютно по всей стране. Заделы в том числе формируются по нашей тематике, по тематике Аэронет, не только московскими компаниями, естественно, и питерскими, но и многими другими регионами страны. Это и Воронеж, это и Севастополь, это и Сахалин, это и Владивосток, Томск и многие другие. Для нас региональная компания достаточно важна, потому что, естественно, мы работаем с пространством, мы работаем в пространстве и обеспечиваем в первую очередь связанность этого пространства, которые стоят в целом по определению новых рынков, по определению и тактико-технических характеристик создаваемых аппаратов, какая аэрокосмическая система обработки данных, они ориентированы на потребности больших территорий. Соответственно, в течение этих команд мы не можем охватывать и готовящихся, специалистов, которых у вас пропал звук. А меня слышно? Я вернулся. Тужиков, моя фамилия. Слышно, да. Вас блокируют и как это было не пянестой. Я приношу свои извинения. Давайте мы продолжим. Ваша коллега, девушка, которая сейчас включила, давайте уже вы будете включать, давайте идем дальше. Коллеги? Да, да. Кто сейчас слово держит? Тот, кто держал слово, ушел в небытие. Давайте тогда я продолжу. Да, конечно. Только вот с этого места. Да, да, да. То есть вот с региональной группы, правильно? Ну, мы региональную группу уже обсудили, давайте дальше идем. Региональная группа, вот так, я еще здесь владею в ситуации. Давайте следующий слайд. Вот, рассматривая те проблемы, которые я не знаю, на каком моменте я оборвался, может подскажешь, сориентируйте меня, так, вы, ну, вы сказали о проделанной, ну, как бы, о большой проделанной работе, соответственно, о связанности разных блоков, и вот примерно в этом месте вы переключились. Все понятно. Здесь очень важно понимание взаимосвязи и формулирование как раз вот тех проблем, которые на сегодняшний день перед нами стоят. Это и несостоятельность федерального законодательства в экологии, в области экологии, образования, в том числе использование воздушного и космического пространства, которые сегодня практически не решены, и их надо решать. То, что те сформулированные федеральные законы, они не обеспечивают полной возможности формирования тех рынков, которые мы планируем. Отсутствие реальных механизмов прозрачности проделанных проектов, соответственно, создания эффективных рыночных рыночного управления. И вот здесь хотелось бы ответить как раз работу проектного офиса, который дал возможность нам самим сформулировать те проблемы, не оказывая давления на нас никаким образом. И, соответственно, понятно, что они правильно сделали, что они хотят услышать ту ситуацию, которая сегодня есть. и поэтому мы ее сформулировали фактически до какого-то момента. Дальше она в развитии находится. За это большое спасибо в том числе проектному офису. Но, во всяком случае, вот сегодня видны такие проблемы, как отсутствие конструкторских бюро распределенных, которые могли бы использовать унифицированные системы прототипирования и дальше выдвигать это. То есть мы сформулировали все это, видим, что наши работы не только здесь, но и подтверждаются работы регионов. В частности, вот теперь можно было вот этот слайд показать. Регионы мы уже обсудили. Давайте, коллеги, идем дальше. У вас осталось примерно 3 минуты, потом мы перейдем на ваших дополнительных со-докладчиков. Пожалуйста, 3 минуты. Хорошо, спасибо. Следующий слайд покажите, пожалуйста. Это вот та ситуация, где мы работаем и так, и вот здесь геохаб теперь... Олег, какое-то просто помехи очень сильные со звуком. Коллеги, пожалуйста, нет. Алла, заблокируй звук коллегу пока что. Коллеги, кто продолжит? Я, потому что после геохаба, по идее, были регионы, имеется в виду региональное отделение, не сегментированное, а уже по технологиям и трендам. Меня зовут Смирнова Ольга, я как раз ответственная за работу по регионам, и во время подготовки по сайту у нас очень многие коллеги присоединились конкретно из тех лабораторий опорных вузов, которые мы считаем региональной сетью в части технологии. То есть это не только сделение само по себе как сегменты у нас в Ааронете геохаб, космос и аэро, а именно технологические сегменты. Например, у нас сейчас здесь участники с непосредственно Олег Олегович, это Волгоградский технологический университет, здесь команда Севастополя, которой я хотела бы просто в рамках вопросов и ответов дать возможность рассказать про непосредственную работу со стартапами. Они являются у нас такой передовой лаборатории, опыт которой мы планируем транслировать на остальные регионы. В части вот уже упомянутых на слайдах лаборатории центр по Волжье, центр это безусловно МАИ и Бауманка, где базируются новые кадры, новые технологии, новые программы научные исследования и разработки в области тех компетенций, которые пока еще не существуют, потому что для преодоления технологических барьеров крайне нужно исследования и разработки в новых новациях. Собственно говоря, это отраслевое деление, например, в Северо-Западе на базе ВГТУ ВМЕХ у нас существуют две лаборатории по двигателям как ракетно-космических систем, так и авиационных. Более того, опыт показывает, что здесь просто платформенные решения, то есть как в авиации, так и в космосе могут применяться решения, которые разрабатываются как раз-таки в рамках лаборатории ВГТУ ВМЕХ по двигателям и космическим аппаратам. Севастополь, и еще раз говорю, что я хотела бы их привлечь к этому разговору персонально, готова рассказать о примере таких разработок на базе лаборатории, которая создана буквально в этом году, и институт НТИ открывался совместно с Беридием Николаевичем Песковым и Сергеем Александровичем Жуковым в Севастопольском государственном университете, и первая магистрская программа Аэронет, которая будет позироваться в том числе и на скросс-платформенных решениях внутри Маринет и Аэронет, там уже ведутся разработки по беспилотному комплексу, который оказывает услуги поиска и спасания на воде, это и надводная часть, где скорее Аэро, и подводная часть, где Маринет, и все это базируется именно на беспилотных системах. Ольга, спасибо, а подскажите, пожалуйста, вот последняя неделя Форсайта именно, да, начнем, на чем фокусировалась группа, и, собственно, как сдвинулась в содержании? Перешли как раз к разделу технологии и тренды и был анализ рынков. Собственно говоря, проложение работы в этом направлении ведется под руководством модераторов. Мы сейчас провели, наверное, анализ за все недели работы Аэро.нет. Движемся дальше. У нас прошлую неделю мы показывали, например, слайд с оценкой рынков, он состоял из нескольких сегментов, сейчас это все связи усложнились, если презентацию пролистать до конца обратно и посмотреть разницу было-стало, то просто мы идем вглубь по отношению к тем результатам, которые были достигнуты на прошлой неделе. Спасибо большое, Ольга. Я вижу, Игорь поднял руку, какой-то комментарий, дополнение. Да, секунду, я тут еду просто в метро. Значит, у меня вопрос по деталям вот этой беспилотной системы спасания. Какой дрон, как он работает, какой у него взлетный вес, какая дальность? Сейчас, коллеги, это не совсем предмет нашего взлета. Игорь, спасибо за вопрос, мы очень очень ответим. Вот Максим, он же Сергей, пожалуйста, вы хотели еще добавить, расширить доклад основной, пожалуйста, переходим к вам. Коллеги. Спасибо, да, я готов. Пожалуйста. Я хотел просто рассказать о том, чем занимается Севастопольский университет вместе с нашим партнером. Сейчас я попробую демонстрацию экрана сделать. Так, начнем с этого. Отлично, сделайте полноразмерный режим. В рамках участия, значит, в активности Аэронит первое, что мы сделали, это в рамках государственного задания открыли научно-исследовательскую лабораторию динамика полета, которая занимается фундаментальными основами метаники, систем контроля, управления беспилотных авиационных систем, формообразующими конструкциями, глубоко интегрированными силовыми установками и уникальными свойствами, не применяемыми сегодня пилотируемой авиацией. Дальше зачитывать не буду. Значит, возглавить ее согласилась, так сказать, наша российская английская светила, это специалист, который сейчас работает в университете Уровика Петра Денисенко, и он как раз большой специалист по экспериментам Fluid Dynamics, двухзначным Хирши. Мы будем заниматься этим проектом в течение четырех лет с копейками, построим и стендовую испытательную базу, работать будем как с беспилотниками коптерного типа, так и с беспилотниками самолетного типа, для того и другого у нас есть подходящие индустриальные партнеры, которые нам будут помогать в этих работах, и собираемся использовать уникальные географические и климатические преимущества Севастополя. Они заключаются в том, что, во-первых, удобнее проводить эксперименты натурные, во-вторых, у нас очень сложный пересеченный рельеф, очень сильные разнонаправленные ветра, рядом корабли, на которые надо тоже садиться. То есть, мы собираемся в самых тяжелых и интересных условиях провести серию исследований, которые в конечном счете должны привести к созданию технологического задела для уже полноценных окров и производства аэротакси, либо тяжелых транспортных беспилотников. методов. И тут будут и системы управления, и аэродинамические схемы, но, в общем-то, все, кроме материаловедения и разработки подходящих для беспилотников двигателей. Этим занимаются наши друзья и коллеги во второй российской лаборатории аэронет, которая расположена в питерском военнике. Но они сами про себя расскажут лучше, чем мы. А вот про систему спасания на водах задавали вопрос. Это первый наш проект, который выполняется на наши собственные деньги университетские со финансированием концерна МПО Аврора. То есть это создается безэкипажный катамарант композитный, у которого снизу система захвата автономно необитаемого подводного аппарата, созданного коллегами из Авроры. А на крыше у него на крыше скажем так пока будет летный летный тренажер, состоящий из автоматической посадочной станции и беспилотника коптерного вида. Значит, какой конкретно значит это вот я сейчас точные цифры не могу сказать, но естественно система до 30 килограмм. Вот. То есть смысл этой истории в том, что ежели надо провести какие-то поисково-спасательные работы в акватории какой-то, вот, это катамарант выдвигается в центр акватории, с палубы взлетает, с крыши взлетает беспилотник, он смотрит, так сказать, то, что можно посмотреть с воздуха, очерчивает приблизительную зону поиска уже для подводной лодки, потом мы бросаем воду подводную лодку, она общается с базой при помощи и гидроакустической системы, и с берегом при помощи радиосвязи, выполняет свои задачи под водой, потом в автоматическом режиме возвращается, поднимается, и мы героически, значит, возвращаемся на берег. Это такой у нас будет тренажерный проект, который позволит отработать проблемы взаимодействия, так сказать, безэкипажных и беспилотных судов надводных, подводных и воздушных. Так, вот это первое. Друзья, чуть-чуть, да, сейчас, я вот вижу, у нас очень активен сегодня Иван Дмитриев, да, прямо у него просто сто вопросов, сто комментариев, и вот он спрашивает, кого вы собираетесь спасать под водой, шутят сегодня он так, рыб ли спасайтесь, немножко можно, можно поподробнее, для чего конкретно это вы будете использовать? Это, во-первых, может быть экологический мониторинг, учитывая специфику Крыма и недостаток очистных сооружений, очень часто, так сказать, стоки отправляются в трубу, которая длиной 2 километра и где-то в черном море там кормят там не знаю кого, когда эта труба прорывается, то получаем то, что, ну, потом попадает на первые страницы новостных изданий, вот мы будем эти вещи узнавать и пресекать, и второе, там, не дай бог, какое-то судно затонуло, или еще что-то там потерялось под водой, по поводу трубопроводов, очень актуально с точки зрения всех газовых систем, которые сегодня реализуются, и северный поток, и южный поток, и турецкий поток, все это очень актуально. Понимаете, да, значит, более того, вот этот подводный аппарат, разработанный «Аврор», у него глубина погружения до 3 километров, то есть это серьезная машина, и она может серьезные поисковые задачи выполнять, и плюс традиционно Севастопольский университет силен подводной археологией, потому что помимо известного всем Херсонеса, надводная часть, есть еще подводная часть Херсонеса, потому что за последние тысячи лет остров сильно опустился в воду, ну, вообще земля дышит, и под водой все гораздо интереснее, чем над водой, и мы этим занимаемся, и мы этим еще занимаемся в Сирии, в Тартусе, раскапываем там древнюю Трою, и никого туда не пускают, никаких подводных археологов, кроме археологов СИФГУ, ну, по понятным геополитическим причинам. Очень интересно. работать с этой презентацией, и коротко дальше, значит, двигаться. Да, и у вас есть три минуты на дальше. Дальше, значит, под это дело мы открыли образовательную программу по обучению дополнительному дополнительному профессиональному обучению операторов, а также ремонт и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов. При этом можем обучать людей работать как на самолетных, либо на коптерного вида беспилотников. А также мы открыли в партнерстве с уважаемыми производителями беспилотников самолетного типа казахстанско-симферопольская компания Робоавиа. Мы открыли базовую кафедру под названием проектирование беспилотных летательных аппаратов. Эксел виден на экранах, коллеги? Нет, сейчас виден у вас прошлая презентация. Если вы хотите что-то показать, вам нужно закрыть ее, открыть другую. А, понятно. сейчас установить демонстрацию и опять начать демонстрацию. Так, теперь видно? Да, видно. Это учебная программа кафедры аэронет, двухлетней магистерской программы. Ну, помимо там, понятно, иностранного языка и научных семинаров, тут существует курс беспилотной воздушно-космической системы общей. Потом аэродинамика беспилотных воздушных судов, энергетические методы увеличения подъемной силы, теория ударных волн, ударно-волновых процессов. То, что раскрашено разными цветами, это не обращает внимания, это просто разные группы преподавателей читают, в том числе и приглашенные, в том числе из Лондона, и Санкт-Петербурга, и Москвы. Трехмерное моделирование мы традиционно считаем сильным в этой области и занимаемся им. Также мы разработали свой собственный полетный контроллер, его применяем для беспилотников коптерного вида, технологии дистанционного управления, техническое зрение, системы передачи данных для беспилотных летательных аппарат, ну и общие программы для студентов, включая противодействие коррупции. Набор на магистерскую программу начат, значит, бюджетные места уже практически все заняты, но платных студентов можем принять неограниченное количество, в том числе среди сотрудников предприятий партнеров. Стоит это около 100 тысяч в год. На эту тему я закончил, говорите, три минуты, по-моему, прошло. 20 секунд у вас осталось. Тогда задавайте вопрос. Хотел представить, секундочку, Максим Александрович Красив, Пару слов про компанию Робоавиа, нашу уважаемую индустриальную партнеру. Лучше включить камеру, коллеги, а то про черный квадрат я вам не просто так рассказывала. Здравствуйте, видно? Да, Максим, видно, добрый день. Собственно, представлюсь еще раз, зовут меня Красивый Максим Александрович, я соучредитель группы компаний Робоавиа, группа компаний существует 2014-го 2014-го года, существует в Крыму и в Казахстане, также представлена частично в Оролиже. Собственно, чем мы занимаемся? Я также совместно являюсь главным конструктором группы компаний и одним из ведущих разработчиков. Чем мы занимаемся? В Крыму мы занимаемся, это у нас конструкторское бюро, мы занимаемся разработкой летательных аппаратов различного типа, но у нас приоритет это все-таки самолетного типа, это связано с энергоэффективностью, все-таки мы коммерческая компания, мы смотрим на эффективность. Занимаемся разработкой программного обеспечения, открытого кода для полетных контроллеров, весь комплекс, что касается, все, что связано только с беспилотными летательными аппаратами. Серьезно занимаемся уже года 4 геодезией с беспилотников, у нас множество проектов, выполненных государственного уровня в Казахстане, в России мы с газом, с нефтью много работаем именно по геодезическим изысканиям. Немного занимаемся сельским хозяйством, мультиспектральной съемкой, индексом географичного развития растений, и последние года мы серьезно работаем преимущественно на территории Республики Казахстан, это беспилотники двойного назначения, это свяжение за целью, корректировка огня, и тому подобные вещи, скажем так, очень широкого спектра. Коллектив у нас крепкий, большой, достаточно, конечно, как и многие производители, испытываем некие проблемы в кадрах, поэтому мы очень рады, что к нам подключился Силой Ду, потому что мы очень надеемся, что все-таки оттуда нам будет получаться привлекать все-таки свежих людей, со свежими мыслями, умеющих инженерно думать, конструктивно думать, и доводить вещи до ума, потому что, к сожалению, в нашем мире многие вещи, многие прекрасные идеи просто не доводятся до ума, потому что или денег не хватило, или сил не хватило, или просто все утомили вокруг. Максим, я прошу прощения, я вас здесь остановлю, потому что очень уже много времени, у нас есть, возможно, люди, которые хотят задать вопросы какие-то, то есть Глеб Бабинцев поднял руку, Глеб, пожалуйста. Я с нетерпением сдал возможность задать вопросы, потому что 15 минут уже давно истекли, вопросов несколько, я задам все, возможно, участники группы Аэронет поэтапно ответят. Вы только по одному задавайте, хорошо, и мы будем по одному отвечать. Пожалуйста, первый вопрос. Хорошо, первый вопрос рынки, прекрасно, что группа провела анализ рынков, мне представляется, что это вообще главное, на что группа должна ответить, то есть кто, сколько, что и почему купит в будущем. Именно от этого нужно отталкиваться, планируя технологии, планируя продукты и услуги. Если мы создаем что-то мне нужно в будущем рынку, то я зачем этого делаю. Я хотел конкретный вопрос по двигателям задать, потому что на прошлых презентациях описывалось, что будет создана линейка распределенных установок большой мощности, разных-разных. Был ли анализ конкретно этого сегмента, то есть принимаете ли вы, кому это будет нужно в будущем, потому что задачу вы себе ставите какую-то грандиозную. Хочу сверить это с анализом нашей группы. Есть ли у оценка кто сколько каких двигателей и почему купит? Это вопрос. Давайте пока здесь остановимся. Коллеги, есть ли какой-то ответ, кто готов ответить Глебу Баминцеву про двигатели и про емкость? Я могу ответить северо-западный регион. Олег Олегович, если вы у нас оксинной докладчик Олег Олегович, позволите, я отвечу. Но первое слово... да, да, да. Северо-западный регион готовит совместно с РВК этот проект под названием платформа силовых распределенных установок. Это непростой проект. То есть в рамках лаборатории БГТУ Военмех исследования идут уже несколько лет. Более того, они базируются на достаточно серьезной научной школе, которая традиционно в Военмехе очень сильна. Соответственно, есть ряд стартапов, которые на эту тему направлены. Были ряд проектов через фонд Бортника, полученный первый день, как пассивные инвестиции. С точки зрения рынка надо понимать, что такие тяжелые и сложные силовые системы на текущий момент был у нас индустриальный партнер Аэросила. Мы совместно с ними сделали такой проект в их интересах для вспомогательной силовой установки, устанавливаемой в том числе на среднемагистральные самолеты, которые МС-21. Это серьезная инновация. Естественно, она не скоро выйдет в серию. Там до Литера еще достаточно далеко. И эта серия платформы через проекты НТИ как раз сейчас проходит согласование, потому что объем финансирования там достаточно серьезный. И анализ рынка мы делали. Сейчас я цифру не приведу, потому что пока я буду доставать презентацию, уйдет время. Но проект на платформу НТИ подан и принят. там есть анализ рынка со всеми цифрами. При необходимости в ассоциацию РАНЕТ мы этот проект можем прислать. С точки зрения того, что беспилотные системы тяжелые грузовики у нас планируются проекты 3 по 200, 3 по 500, это как раз та целевая ниша, в которой эти установки должны быть проданы в системах больших самолетов. Спасибо. Ольга, есть ли еще дополнение про двигатели и объем рынка двигателей? Я исчерпывающе услышал ответ, я полагаю, что его нет смысла. Я услышал литера У, это мне понятно. Если я правильно понял, мы собираемся этим проектом подпитать авиационные предприятия, которые уже делают двигатели. Есть ли объем рынка, сетевой ли это рынок? Хорошо, это платформа Н3 оценит. Прислать проект вы, конечно, можете, и прислать его мне просто обязаны, как члену рабочей группы РНФ, которая занимается рассмотрением технологических проектов. Второй вопрос к Севастополю. Мне крайне интересна программа, которую вы у себя открыли, магистрская программа. Скажите, пожалуйста, вы опираетесь на ГОС 250208 или учите на какой-то иной программе? Пожалуйста, Севастополь. Если вы спрашиваете про направление подготовки, это 150406 Равототехника и Мехатроника, а в ней уже внутри вот это наше название базовой кафедры проектирования беспилотных летательных аппаратов. 15. Я пытаюсь понять, какая будет профессия на выходе у выпускника вашего УЗа с этой профессией, кто примет документ, куда он пойдет работать. Это первое. И второе, в ходе демонстрации программы модульной, у меня не только сегодня, у меня всегда возникают такие вопросы. Очень много в сфере беспилотия идет проектов и инициатив, направленных на разработку двигателей для БВС, аэродинамики для БВС, проектирования конкретно баз. В мире есть общий подход, что БВС отличается от пилотированного воздушного судна только одним. Пилота вынесли из кабины на землю и образовали такой канал управления. То есть, в кабине он сидит, дергает за ручки, теперь он сидит на земле, дергает за ручки, управляющие сигналы передаются на борт. Только в этом отличие аэродинамика, ну, крыло, куда его не поставь, оно крыло, винт, куда не поставь, он винт. Здесь все законы, все, там, не знаю, физические, технические и прочие параметры давно изучены. Конечно, открытие... Вопрос именно в следующем, то есть, в чем все-таки вы видите специфику проектирования, например, вот прозвучала аэродинамика БВС, а чем она отличается от уже классической изученной аэродинамики? Услышали вопрос, пожалуйста, Максим или Сергей, дайте ответ. Значит, ответ такой, что по нашему мнению, по нашему мнению, проектирование БВС существенно отличается от проектирования малой авиации, потому что совершенно другие требования к надежности, к климатике, компоновке, крыла, в том числе, и варианты, так сказать, с несущим крылом внезапно становятся намного более эффективны, то, чего не бывает малой авиации. Другие материалы можно использовать. Можно взлетать и либо садиться, либо закладывать виражи с такой скоростью, что человек этого не выдержит, а, так сказать, беспилотник выдержит. То есть там есть очень много специфических моментов, которые в совокупности в принципе требуют в каком-то смысле новой инженерной школы. это наше мнение и мы постараемся его доказать на деле. Ваши разрешения производителя. Да, мы занимаемся серьезной аэродинамикой, я сам думал, как аэродинамик. И суть нашей фирмы, в чем заключается вместе с ИВБО, это все-таки мы начинаем и успешно исследуем аэродинамик сверхмалой скоростей. На данный момент за последние сто лет аэродинамикой сверхмалой скоростей не занимался никто. В последние годы подключилась к этой работе Канада, даже построили научные центры и аэродинамическую трубу и получают действительно поразительные результаты, которые сильно, очень сильно отличаются от классической аэродинамикой. Коллеги, спасибо. Коллеги, сейчас я прошу прощения на право модератора, я вижу сейчас готовность людей войти в дебаты, я ставлю блок ни на какие дебаты по поводу этой программы, нет, вы можете прекрасно обменяться контактами и детально, как вот Иван Дмитриев опять же пишет, да ладно, видимо у него есть ссылка на то, как занимались аэродинамикой малых скоростей, пожалуйста, присылайте ссылки, обменивайтесь, устраивайте отдельную встречу, но не сейчас. Дальше, еще есть коллеги, есть вопросы. Еще позвольте один рыночный вопрос. Пожалуйста. Да, он над конкретным примером, но возможно коснется и других проектов и других рынков. Мы сегодня вот услышали интересную конструкцию, интересный доклад о том, что будет такое комбинированное средство спасания в виде подводной летающей части и подводной части. Представляется, возможно, коллеги вы не разберите, что подобные конструкции, подобные комплексы это сугубо комплексы специального назначения, далеко не гражданского, первое. Во-вторых, у них, наверное, есть какой-то ограниченный экспортный потенциал, ведь каждое государство подобные средства используют ровно свои, потому что это очень-очень специфическая техника, которая получает доступ к чувствительной информации, находящейся под водой и над водой. Вспомним историю спасания подлодки Курск, когда не спасли маньяков только потому, что англичан хотели пускать с их работающим аппаратом, они начнут пристыковаться. Какой рынок вы полагаете здесь, и как это соотношится с видениями рынков, НТИ, в чем тут сетевой эффект и так далее? Вот просто интересно. Спасибо, интересный, правда, вопрос, действительно, вопрос о безопасности и хороший пример про Курск. Коллеги, кто из нас ответит на этот вопрос? Коллеги, значит, ну, отвечу я, Дуденька Сергея. Это устройство, которое мы делаем, мы в первую очередь рассматриваем как демонстратор технологии, который существенно в то же время расширяет возможности и подводного аппарата, и беспилотник в контексте его морского и прибрежного применения. Значит, рынок, так сказать, и рыночный потенциал мы не оценивали, потому что именно это как бы тренажер, площадка для отработки технологий. Какой из этого сделает бизнес наш уважаемый партнер концерна Аврора, мы можем только догадываться, но просто могу заранее сказать, что эта штука должна работать в условиях очень активного подавления радиочаспортного спектра, если вам это о чем-то говорит. Да-да, я преклоняюсь перед вами как инженерной командой, да, видимо, авиационный инженер у вас тоже есть сильные. Вот, по подводке безусловно, интересный продукт. Я услышал ответ, спасибо, да, демонстрация технологии, что-то хорошее, рынка пока не видно, но все остальное, спасибо. Спасибо большое, да, коллеги, но в любом случае, вот, кстати, в развитии того, о чем сказал Глеб, да, в любом случае, здорово будет, если вы внутри будете думать про вот эти вот как раз, ну, про экспорт, да, потому что напоминаем, что НТИ, это про захват мира, да, вот, про захват других рынков, и если вы действительно с компанией Аврора, которую вы упомянули, или там с другими участниками группы будете думать больше про эту часть, это будет, ну, тоже, мне кажется, важно, и будет вас развивать содержание вашей, соответственно, ну, движения по форсайту в том числе. Вижу, поднял руку, к сожалению, тоже нет имени, есть набор букв ВКТОС, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги, я хотел бы попробовать ответить на вопрос Глеба Владимировича о специфике беспилотных воздушных судов, конечно же, в первую очередь, это размерный фактор, закон куба квадрата никто не отменял, число Ринольдса, оно опять же привязано к размерному фактору на одной и той же скорости аэродинамика малого аппарата и большого будет достаточно разное. Что касается критики подводного проекта, ну, возможно, сейчас не совсем к месту, можно предположить, его доложили, но с другой стороны, ведь на заседании Аэронекста был поднят и правильно оценен важный вопрос о необходимости межгруппового взаимодействия. Разумеется, роботизированные системы будущего, они не будут односредными, они будут взаимодействовать во всех трех средах. Ну, дальше не буду время терять, спасибо. Спасибо большое, спасибо вам за комментарий. Можно обсудить это все. Отлично, конечно, спасибо большое за этот комментарий, за ваше мнение. Я вот вижу, Наталья Сазонова пишет, дайте контакты, коллеги, чьи контакты вы просите, когда вы пишете что-то в комментариях, пишите, например, Иван Петрович, дайте ваши контакты, или там Севастополь, дайте контакты. Ваши абстрактные комментарии звучат достаточно странно. Да, коллеги, пожалуйста, Сергей, и в данном случае с аккаунта Максима, пожалуйста, напишите коллегам контакты, видите, достаточно интерес большой вызвала эта тема, я думаю, действительно, здесь много места для взаимодействия, для прояснения, правда, и подготовка кадров, я думаю, и с и Дунетом вам есть что обсудить, ну и так далее, да. Хорошо, коллеги, у нас остается буквально несколько минут, есть ли еще у кого-то вопросы к группе, да, какие-то комментарии, может быть, в развитии, пожалуйста. Пользуясь паузой, хочу немножко, да, снять возможное волнение, никакой критики никогда не возникает, да, значит, вот вопрос в отношении подлодки, это вопрос чисто о рыночности этого продукта и соответствии цели. Продукт инженерный интересный, безусловно, да, то, что у нас много будет кросс-рыночных и кросс-технологических пересечений тоже, да, и мы говорили сегодня об этом в нашей группе, что и с Хоумной, там, и с остальными рынками, да, мы тесно пересекаемся и будем пересекаться. Вот, что касается аэродинамики, ну, значит, аэродинамика малых скоростей и малых размеров, то, что ее не существует, наверное, Стрик Вильнольц где-нибудь сейчас перевернется, да, и Жуковский, вот, как человек, который 30 лет, наверное, занимался именно малоразмерными аппаратами, скажу, что 90 лет существует авиамодельный спор, 96 уже лет, да, и там эти малые размеры летают на больших скоростях, более 400 км в час на малых скоростях, там, менее 15 метров. И аэродинамика этих конструкций и коростей изучена. Мне просто, как авиационному инженеру это интересно, это, опять же, не вопрос периодики, а чисто инженерный вопрос. В чем специфика проектирования обтекает воздухом трубы, линейки, винта, крылат давно изучен. Хорошо, Глеб, это вы решите отдельно с Максимом и с Сергеем, да, они уже дали свои контакты, вот, хорошо. У меня такой вопрос к группе Аэронет, да, я, похоже, вопрос задавала Аэронексту сегодня в первой части. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы к внешним все-таки экспертам, то есть нужна ли вам такая большая встреча, на которую мы бы позвали большое, прям, ну, очень такое развернутое сообщество, как мы сегодня сделали с несколькими другими рынками, да, и если да, то какие бы вопросы именно в развитии вашего содержания, с которым вы работаете внутри Форсайта, вы бы задали такой широкой группе. Прошу, попрошу ответить кого-то из группы Аэронет. Я возьму слово, обозначив вот эту ситуацию. Надо сказать, что работа Аэронета достаточно самодостаточна, извините, самодостаточна, и в случае необходимости мы, конечно, к себе привлекаем достаточно квалифицированных экспертов. Однако, хотелось бы отметить, что кросс-рыночное взаимодействие строго необходимо, потому что в обсуждениях, которые сегодня существуют на других рынках, это и здоровье, и образование, и экология, мы рассматриваем ситуацию предоставления услуги беспилотных операций, хотя вот там это никак не учитывается. И нам бы хотелось бы тоже вот этого взаимодействия, но, скорее всего, это задача для нас, которую мы должны сформулировать в виде трендов и передать их в те НЭТы, которые сегодня работают, чтобы они их обвязали и показали нам проблемы, те, которые у них сформировались в связи с этим. Поэтому, что нам необходимо рассматривать потом в нашей работе. То есть, вот такое взаимодействие очень важно. И мы говорили об этом, и вот я не знаю, а почему не организовать еще один НЭТ, юридический НЭТ, вот тот, который бы занимался формированием дорожной карты изменений тех юридических проблем, которые возникают сегодня у всех. И у АэронЕКСТа, и у Аэронета, и у Хомнета, и у всех связанных. Олег, можно я отнесу к словам? К первой части тезисов мы уже сегодня со всей командой уже действительно поняли, что мы будем усиливать взаимодействие между рынками в логике форсайта, и мы обязательно это сделаем, и точно вы получите возможность со всеми, как вы сказали, запросы озвучить и какие-то задачи поставить и так далее. Второй мой тезис все-таки про то, что НЭТ, ну как бы рынок НТИ, это рынок, который делает продукты на весь мир. Вы сейчас описываете больше как сервис, как некую команду, которая бы решала юридические и какие-то другие вопросы именно внутри наших с вами групп, ну рынков и так далее. Все-таки НЭТы большие, они на экспорт, то есть когда мы захватываем мир. Но идея хорошая, и может быть кто-то ее подхватит, но пока у нас нет такой группы, которая бы пришла и сказала, мы хотим делать юридические продукты для всего мира, ну и для наших рынков тоже. Поэтому пока здесь же вопрос, идет о человеке, и мы тут в конечном итоге видим, что человек, который будет жить на территории планеты, должен вообще-то жить где-то в едином каком-то информационном или остальном пространстве. Господа, давайте к делу. Да, Игорь. В софии очень много. И у меня как раз да, Олег, пожалуйста. Да, да. Ну, в принципе, все сказал, да. Можно дальше к тем вопросам, там их скопилось куча целей. Давайте к вопросам, может, вернемся к делу вернемся. Да. Ответом на вопрос кого позвать и какие нужно, что надо от них получить. Да? Давайте. Значит, необходимо позвать внешних экспертов с фирм, которые будут нам давать, соответственно, те же двигатели легкие, авиационные. Необходимо позвать экспертов, которые нам дадут электрохимические элементы. Делаются они или нет? Людей, которые скажут, разрабатывают они генераторы на топливных элементах соответствующих габаритах или нет? Расскажут нам о моделях построения БВС не только самолетного типа. Есть такие платформы или нет? Вот как-то так. А философство все умеют. По большей степени конкретики нужна. Вот именно которая сегодня востребована в аэронете и в беспилотной авиации. Это формирование очень интересной информации по поводу КБ и образования. Образование, этот контакт мы обязательно будем взаимодействовать, потому что как у Городских технических университет тоже имеет такие задачи. Можно конкретное предложение все-таки сделать? Да, да. К модератору. Вот когда кого приглашают на мой взгляд для аэронета в том числе нужно взаимодействовать более с технетом по материалам. Беспилотники могут быть драйверами развития материаловедения, но, скажем, материалы легче воздуха такое условное из понятия. Мы их там здесь, естественно, не рассматриваем, а в технете возможно тоже не рассматривать, но на стыке возможно. Вот у меня предложение сделать совместную сессию с технетом по ряду направлений. Спасибо большое, Виктор. Да, хорошего предложения. Ну, ты не именно представителям технета в стране ездить. Я там написал в чате, но не знаю. Их здесь, может быть, не быть, да. И еще одно предложение, это, конечно, нам бы интересно пообщаться с депутатами, которые формируют законодательную базу. Вот это важно тоже. А представить, что в том числе те заявления, которые делаются в всеуслышании об ограничении каких-то мер рынков, к которым мы тоже вступаем, это вообще большая проблема. Даже слово, сказанное Матвиенко, потом раскачивается так, что мы в конечном итоге не понимаем, что происходит. Извините, что происходит. Я вот тоже коллегу добавлю, если есть, Анастасия Маруся. Да, здесь она внимательно вас слушает. Вот, но ее, в общем-то, она ближе всех находится к Матвиенко и так далее, может быть, в одном шаге. Но кто-то должен пойти, решиться пригласить. Вот мы так говорим, говорим об этом, ни Тужиков, ни кто там вряд ли приглачает. Вот наши функционеры вполне могут. Им будут только благодарны, я уверяю вас, депутаты. У меня вот такой опыт лично есть. Хорошо. Спасибо. Не надо бояться, наоборот. Вот ощущение, что Анастасия чего-то опасается там. Ничего там не будет плохого, уверяю вас. не будем. Нет, нет, коллеги, я ничего не опасаюсь. Я просто представляю, как удивиться Валентина Матвиенко на наше приглашение. Не надо, Матвиенко, вы возьмите из профильного комитета по науке и промышленности из Госдумы. Тех, кто ближе к этому. Не надо, конечно, первых лиц, это смешно. Ну, хорошо, спасибо, а то я действительно улыбнула. Я вижу, еще поднял руку Владимир Гершинзон. Я хотел пару слов добавить. Если мы говорим о кросс-активностях, то хорошо бы нам с образованием, потому что у нас всплывают образовательные инициативы, и многие наши компании, и Спутникс, и Лорет, и другие, участвуют в целом ряде проектов, и Сириус, и дежурный, по планете, и так далее, и так далее, которые, в том числе, прошли МРГ, по сути дела, на стыке кружкового движения и Аэронета, и многие поставщики малых аппаратов, как Коптер-Экспресс, компоненты Гиоскана там есть, и так далее. То есть нам бы, конечно, в образовательной части, раз уж мы этого коснулись применительно кафедры Магистрской Севастополя, несколько более системную построить работу на перекрестках, так как и у Маринета, и у Аронета возникали, и с Дмитрием Песковым были на эту тему разговоры о том, как строить подготовку кадров и профессии будущего для создаваемых рынков. Потому что это стимулирует не только молодежь, но это стимулирует и опытных инженеров, инженеров и разработчиков думать больше вне рамок и больше о будущих рынках и профессиях. Спасибо большое, Владимир. Действительно, это очень-очень как бы важно. Я сейчас еще подумала, что вам нужно пообщаться тоже с Виталием Генаровым. Это человек, который внутри университета 2035 делает очень крутые проектно-образовательные интенсивы с разными вузами, с индустриальными как раз партнерами. И в целом вообще историю с Аэронетом. можно сделать отдельные сетевые проектно-образовательные интенсивы как раз на тему о чем мы сегодня говорим. Поэтому давайте действительно эти встречи организовывать тоже. Уважаемые коллеги, время ровно 14.00. Это значит, что мы завершаем. Спасибо вам сегодня большое. Мы тогда продолжим рассуждение про конфигурацию, какой будет встреча в следующую пятницу, с каким, соответственно, составом, я имею в виду, кого мы пригласим из внешнего мира или из внешних, в смысле, других рынков. Поэтому все предложения ваши, пожалуйста, пишите в слаке, тегайте Анастасию, ну там, других наших коллег, и мы, соответственно, спроектируем эту встречу уже более такую детальную под ваши запросы, которые сегодня услышали. Да? Вот. Анастасия, скажешь ли ты что-то тоже в завершении? Позвольте одно, одно слово. Меня очень обладывал. Я какая-то, что втыкаюсь, да, без спроса, но вот, всем красиво, спасибо огромное. Вы написали в чате, что драйвером для новых технологий БВС это авиамоделисты, посмотрите в этом направлении. Максим, я в авиамоделизме с детства являюсь маркерспорта. Глеб, Глеб, посмотрите. Это, спасибо, все. Да, да, Анастасия. Да, коллеги, я рада, что у нас такая активная дискуссия получилась. Надеюсь, что в следующий раз мы как бы соединим рынки. Единственное, что нам все-таки, видимо, придется чуть больше времени выделить, иначе не успеем. И, вы знаете, ну вот я не могу отделаться от мысли, что когда у нас есть две рабочие группы, которые, в общем, над одним таким большим полем работают, то вот в рамках вот такой вот конкуренции, сложных вопросов, на которые появляются ответы, такой, знаете, вызов такой друг друга, очень такой интеллигентный, научный, а у нас рынок выстрелит быстрее всех, выше всех. Я прям верю в то, что это случится. Так что спасибо вам за сегодняшнюю дискуссию. Да, коллеги из Айронета, тоже попрошу вас сейчас выгрузить кому-то одному чат ваш, Алла, еще раз скажешь, пожалуйста, как, или Маша, кто-нибудь у нас, Маша, да, Маша, дашь, ой, Алла, простите, вы обе здесь просто, да, Алла, дашь инструкцию на выгружку? Да, коллеги, смотрите, да, можно чат себе сохранить, вот нажать на три точки, там будет функция сохранить чат, и он у вас в текстовом формате сохраняется на ваш компьютер. Коллеги из Айронета, кто прямо сейчас сохранит себе чат, потому что там информация важная для вас? А у нас только там пауза записи и остановить запись. Нет, внизу. Я сохранила, Ксения Потанина. Ксения, большое вам спасибо. Ксения, вот и...